Всем привет! Сегодня я решила сделать окрошку, потому что на улице уже приближается весна, хочется скорее лета, и я думаю, надо чем-то себя порадовать. И вот я решила все-таки сделать окрошку. Пусть это летнее блюдо, но я его поем весной. Окрошка в марте будет. Давайте приготовим ее вместе. Для окрошки я уже сварила картошку в мундире и яйца. Дальше вареная колбаса безжиренная пойдет туда, редиска, бежий огурец, зелень, ассорти, зеленый лучок, укропчик, петрушечка. Потом я туда кладу танк и сметанку, но это уже в готовое блюдо. Сейчас я все это почищу, помою, подготовлю. Ну вот, я все подготовила. Почистила картошку, яйца, редиска, огурцы и обезжиренная колбаска. Ножи заточили. Кстати, как вы точите ножи? У меня есть диск, есть точилка, но мне удобно нож об нож. Попробуйте, если кто-то этого не знал или не умеет, когда нету точилки. Вот так нож очень быстро затачивается. Ну, а теперь будем резать. Начинаю я с колбасы. В принципе, не важно, с чего начать. И буду придерживаться примерно пропорции одинаковой, чтобы все было примерно поровну. Ну, картошки у меня в данный момент может получиться немножко больше, можно меньше. Кому как нравится. В принципе, можете какого-то продукта положить больше, если он вам больше нравится. Я режу кубиками, как на оливье. Кто-то крупнее, кто-то меньше режет. Но это опять-таки зависит от индивидуальности, кому как нравится. Я все уже складываю в кастрюльку, потому что оно в кастрюльке потом будет храниться. Огурцы. Можно с них счистить кожуру, можно не счищать, но кому как нравится. Кто-то вообще ее не любит. Я, например, если она тонкая, я ее не чищу. Но она бывает еще и невкусная, поэтому вот я сейчас попробовала, мне она не понравилась. Я ее быстренько сниму. В огурце. Ну, огурца, я вижу, будет маловато. Я сделаю сразу второй огурец. У меня еще есть. Огурца много не будет все равно. Сейчас быстренько порежу второй огурец. Ну, а теперь нарежем редисочку тоже кубиками. Ну, вот редисочку нарезали. Вот такая вот она кубиками получается. Ну, вот такими, да. Почему я не делаю редиску на терке? Ну, потому что, во-первых, если делать на терке редиску, там огурец, оно будет быстро отдавать свой сок. Будет как-то каш-квашня, но не очень вкусно будет, совсем другой вкус. Поэтому лучше кубиками все порезать, и будет интереснее кушать. Вообще цвет редисочки уже прямо весну напоминают. Так же нарежем яйца кубиками. Ну, вот яйца нарезали кубиками и отправляем тоже туда. Ну, все. Осталось нарезать картошку и зелень потом. Ну, вот я нашу окрошечку перемешала. И не хватает здесь немножечко зелени, да, зеленого цвета. Лук, петрушка, укроп. Сейчас нарежу, добавлю, будет красота. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот наша окрошка готова. Такая вот красивая, разноцветная. Красная, зеленая, белая, в общем, желтая. Красота. Я готовую окрошку солить не буду, потому что у меня ее много, и она у меня будет некоторое время храниться. Чтобы сок не отдавали огурцы и редиска, лучше хранить несоленым. Если вы собираетесь сразу съесть все, да, семьей, то можно в кастрюле сразу будет и посолить. Ну, я посолю в тарелке. Ну, теперь пришло время попробовать, что я приготовила. Посолю немножко в тарелочке сразу. Так, открываем сметану. Ну, сметану можете положить столько, сколько вы хотите. И заливаем это таном. Кто-то заливает газированной водой, кто-то кефиром, кто-то квасом со сметаной. Я пробовала разные варианты. Хочу сказать, что с квасом мне уже что-то не нравится. Раньше нравилось, когда в детстве бочковой квас продавали. Тогда мне нравилось. Сейчас квас, который продают в бутылках, он какой-то сладкий. А самой делать квас ради окрошки не хочется мне заморачиваться. Поэтому я нашла вот такое сочетание тан и сметана. Можно тан и кефир. Вот попробуйте такое сочетание. Очень вкусное. Я думаю, вам понравится. Ну и опять-таки, сколько наливать жижи. То есть, вот как вы едите суп густой. А может пожиже. Это уже вы можете определить в тарелке по своему усмотрению. Ну, мне нравится, когда бульон. Называю бульоном, хотя это не бульон. Но мне нравится, когда жижи в меру. Не слишком много, не слишком жидкая, чтобы можно было наслаждаться. Вот такой вот у меня получился. Такая вот окрошечка. Сейчас буду пробовать. Девочки, окрошка получилась нереально вкусная. Но хочу сразу вам предостеречь. Не солите окрошку сразу, как только вы положили ее в тарелку. Сначала попробуйте, залейте таном, сметаной. Попробуйте. Для того, чтобы понять, сколько соли положить. Потому что тан, он немножко солоноват. Вот я вроде бы немножко насыпала соли. Но мне показалось, вот сейчас, что много. Так как я недосоленная все ем. Ну, я сейчас окрошки просто добавлю. И все будет нормально. Но вообще, нужно было сначала попробовать. А потом уже солить. Ну, я сделала так. У меня так бывает. Ну вот, окрошку я попробовала. Сейчас я сяду и буду ее прям есть конкретно, чтобы наесться. Ну, по крайней мере, сейчас я знаю, что я к себе приблизила весну. И на душе мне становится еще теплее. И при том, такое блюдо, оно и полезное. Ничего вредного нету. Если кто-то на диете, можете колбасу заменить мясом вареным. В общем, не важно. Ну, а так здесь, в общем, все такое, что можно есть. Приятного аппетита. Кушайте. Надеюсь, может быть, вариант, мой вариант окрошки вам понравится. Попробуйте, по крайней мере, если кто не пробовал так делать. Ну, и делитесь своим опытом, кто, как делает окрошку, чем заливает. И, может быть, что-то в окрошку еще кто-то, что-нибудь кладет другое, чтобы получилось вкусно. Ну, а на этом я хочу свое видео закончить. Спасибо, кто был со мною. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok